Здравствуйте, это Алена. Сегодня я снимаю видео рекомендации на тему, что носить девушкам с избыточным весом или полным девушкам. Если вам интересна данная тема и вы хотите узнать мои советы, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Итак, прежде всего я бы хотела сказать, что, конечно, такие рекомендации, советы вы наверняка сможете найти и в интернете, если постараетесь, потрудитесь, приложите какие-то усилия и потратите некоторое количество времени. Но, скорее всего, у вас это займет больше времени, чем просмотр данного видео, потому что я постаралась в этом видео собрать основные, самые грамотные и точные, на мой взгляд, рекомендации по данной теме, которую я сегодня буду обсуждать. То есть здесь я постаралась собрать все самое основное, самую ценную информацию, поэтому надеюсь, что видео вам будет полезным. И переходим, наконец, к советам. Первый совет и основной, и на самом деле я считаю, что этот совет стоит иметь в виду всем девушкам, а не только девушкам, которые считают, что у них избыточный вес, это совет о том, что ваша одежда должна быть вам по размеру. Ошибочное мнение, что для полных дам подходит только одежда такого формата балахон, а-ля, не знаю, вот наряд Аллы Пугачевой, то есть что-то свободное, летящее, чтобы максимально скрывало вообще все формы, какие-то очертания тела, которые только имеются у женщины, что-то такое необъятное, необъемное, неопределенное и так далее и тому подобное. Это неправильно, это совершенно ошибочное мнение. Такая одежда не красит не только полных людей, но и стройных людей она не часто выставляет в лучшем свете, поэтому одежда должна быть вам по размеру. Она ни в коем случае не должна быть и меньше, то есть чтобы где-то излишние ваши килограммы чересчур обтягивались, было что-то видно. Не нужно этого делать, это вас никак не будет стройнить и так далее. Если только вы не надели утягивающее белье, то тогда можно что-то подумать с обтягивающей одеждой. Одежда должна быть строго по размеру. Это должен быть ваш размер. Если вы покупаете или хотите купить вещь, которая сидит на вас не идеально, то подгоните ее лучше, чтобы она сидела замечательно, чтобы она учитывала особенности вашего тела исключительно все, абсолютно все. И тогда ваш образ за счет того, что на вас идеально сидит одежда, он уже будет смотреться лучше. Следующая рекомендация, это что комплект одежды, который на вас будет надет, должен быть одной цветовой гаммы. Это не значит, что он должен быть абсолютно одного цвета, черного, синего, красного и так далее. Но желательно, чтобы это были оттенки одного цвета, то есть различные тона, полутона и так далее и тому подобное. Также общепризнанным является факт, что одежда холодных оттенков стройнит. Это не обязательно должен быть черный, хотя он безусловно тоже стройнит. Но вы можете также уделить ваше внимание таким цветам, как холодный синий, холодно-зеленый, холодный лиловый, фиолетовый, стальной серый. Что-то другое, отличное от черного, тоже должно прекрасно смотреться на девушках с избыточным весом, потому что эти цвета стройнят. Также, я думаю, многие знают о том, что вертикальные линии стройнят. Но для девушек с избыточным весом нужны не просто вертикальные линии какие-нибудь, а тонкие, узкие вертикальные линии, которые желательно будут повторять контуры вашего тела. То есть, если на платье, например, будут линии, которые визуально будут повторять вашу фигуру, то есть не просто идти прямо, а как бы облегать и обтекать вас, скажем так. В отличие от них, прямые, просто прямые линии или широкие, или прямые и широкие сразу линии стройнить вас, скорее всего, не будут. Они будут просто вас дробить и разбивать и делать очень массивный сразу. Это будет выглядеть со стороны примерно так. Поэтому обратите внимание на узкую вертикальную полоску. Теперь более детально по некоторым предметам гардероба. Поговорим о платьях. Если мы говорим о платьях, то отдавайте предпочтение хорошо скроенным платьям из достаточно плотной ткани, которая держит форму и подчеркивает вашу фигуру. Да, именно подчеркивает и не скрывает. Пусть это будет что-то вроде плотного джерси, плотной шерсти, какие-то такие ткани, которые не будут висеть, летать вокруг вас и создавать такое впечатление какого-то воздушного большого облака. А что-то, что будет очень структурно поддерживать вашу фигуру, может быть где-то утягивать, хотя лучше для этого использовать все же специальное белье. Но что-то, что именно будет структурно вас формировать визуально для людей, которые будут смотреть на вас со стороны. То есть платья должны быть из плотной ткани, которая четко и очень хорошо сидит на вашей фигуре, не собирается в складки, не сборит, не как-то где-то ползет. Излишнюю драпировку из этой ткани не стоит делать, потому что она плотная и она будет добавлять лишний объем. Что-то с очень простыми прямыми, ну не прямыми, а простыми именно чистыми линиями в крое, без сложной какой-то геометрической или архитектурной надставки, добавки и так далее. Что-то классическое и аккуратное. Юбки я бы рекомендовала вам носить длиной до колена, в том числе если у вас полные икры, полноватые, но при этом тоненькие и худенькие лодыжки. Такое очень часто встречается. Это будет гармонично и красиво смотреться. Либо если у вас просто полные ноги, то тогда лучше длину в пол, конечно. Ну не во все время года это сподручно и удобно, но тогда будем говорить о брюках. Но вот такая вот длина. Если же у вас невысокий рост или недлинные ноги, объективно можно об этом говорить, то откажитесь от юбок, чьи модели скроены по косой. То есть диагонально идет рисунок или диагонально расположена сама структура ткани, направление ткани. Потому что такой крой вам еще больше срежет рост. Как это ни протоксально, да, лучше пусть это будет вертикальная полоска. Этот крой вас не будет ни стройнить, ни добавлять вам рост. Просто диагональный, косой. Выбирайте вертикальный крой или вообще просто без рисунка юбки. Джинсы и брюки должны быть ни в коем случае не узкие. То есть джинсы скини вам, к сожалению, противопоказаны. Почему? Потому что на фоне зауженных джинс ваши бедра будут визуально казаться крупнее. И джинсы-клёш тоже от них стоит отказаться, потому что здесь будет дисбаланс. Широкие бедра, узкие колени, опять широкое что-то снизу. В принципе, расклешенную одежду девушкам с избыточным весом лучше не носить. Ни юбки, ни брюки. У вас должны быть вещи прямого кроя. То есть брюки и джинсы классические прямые, straight leg, по-моему, называется обычно эта модель. То есть просто с прямой брючиной. Жакеты, пиджаки и так далее рекомендуется носить без подплечников. Почему? Потому что подплечники, особенно если они ярко выраженные и жесткие, они визуально вас увеличат, сделают вашу верхнюю часть туловища более крупной. Особенно если вы являетесь обладательницей широких плеч и узких бедер, то вам совершенно точно такие пиджаки не нужны. Но по поводу типа фигуры я поговорю еще чуть-чуть попозже. То есть с пиджаками такая ситуация. И карманы, если, например, вы выбираете модель с карманами, может быть пальто это, то вам нужно либо накладные узкие вертикальные карманы, либо прорезные, не квадратные, не какие-то прорезные горизонтально, а что-то вот такое скошное. Высота каблука вашей обуви желательно должна варьироваться и где-то держаться в районе 5 сантиметров. Выше каблук можно носить, но такую обувь для полных девушек нужно подбирать индивидуально и просто смотреть, как эта девушка выглядит на высоком каблуке. Потому что очень часто полные дамы в обуви на высоком каблуке смотрятся слишком массивно, слишком грузно. Поэтому в идеале держитесь где-то 5 сантиметров. Оптимальная форма выреза горловины для вас это V-образный вырез или воротник хомут такой вот провисающий. Вам стоит отказаться от воротников стоек, от чего-то, что заужено у шеи и здесь все будет обтягивать. Также отказаться от рюши, люрекса, чего-то излишне блестящего, каких-то металлизированных материалов, потому что визуально на теле они тоже могут добавлять объем. Что касается ремней, то ремни выбирайте не слишком тонкие. Они должны быть достаточно широкие, в меру не слишком огромные, конечно. Почему? Потому что узкий ремень будет непропорционально смотреться на крупной фигуре, на крупном теле. И еще касательно аксессуаров, шарфы выбирайте какие-то мягкие, объемные, не узкие, тоненькие такие шарфы, ниточки, потому что они тоже будут непропорционально выглядеть на вашей фигуре, на вашем теле. И сейчас коротко несколько рекомендаций для конкретных типов фигур. Это в основном бывают три типа фигуры. Груша, то есть узкие плечи, широкие бедра. Песочные часы, широкие плечи, узкая талия, широкие бедра. И наоборот, узкие плечи, широкие бедра. То есть два треугольника в разные стороны и песочные часы. Начинаем с груши, то есть узкие плечи, широкие бедра. Вам желательно носить плотные брюки, не свободные, не летящие, а что-то очень плотное, строгое, прямого кроя. Жакеты должны быть длиной до середины самой широкой части вашего бедра. Далее, не затягивайте слишком талию, но при этом подчеркивайте ее. То есть линии кроя должны быть мягкие, но при этом строгие. Фигура типа песочные часы. В одежде вашей должны быть плавные линии, мягкого перехода, но при этом достаточно структурные и четкие. То есть они должны прослеживаться. Вы, в принципе, можете носить легкие ткани, потому что они в движении будут скрывать сильный перепад между грудью, талией и бедрами, но это уже на ваше усмотрение. Если вам комфортно, если действительно перепад такой большой, что вам хотелось бы его как-то сгладить или скрыть, тогда вы можете носить что-то из мягких тканей, из каких-то летящих тканей или драпирующихся тканей. Спасибо вам большое за внимание. К сожалению, у меня предательский сел фотоаппарат, и я успеваю с вами только попрощаться. До свидания!